Всем привет, с вами Кулел Ракета, и мы продолжаем играть в Бихельдер 2. Как видите, тут стоит... Блин, вот забываю, как зовут этого. Вот, Джеймс Каннингем. Привет, Эван, ну что, готов? Готов, Джеймс? Отлично, пойдём арестуем этого ублюдка. Пойдём, коль не шутишь. Кто вы такие? Чего вам надо? Пошли вон немедленно. Пит Фергюсен, вы арестованы за растрату государственного имущества в особо крупных размерах. Что? Да вы знаете, с кем разговариваете. Я министр распределения ресурсов. И у нас есть отличные записи того, как вы распределяете ресурсы на алкоголь, доступный женщин и прочие радости жизни. Это было во внерабочее время. Это были мои личные деньги. Это моя личная жизнь. Вы не имеете права. Имеем, Фергюсен, и право, и доказательства. Вы запустили руку в государственный карман. Вы опорочили кодекс чести чиновника, не говоря уже про то, что вы нарушили заветы мудрого вождя. Поэтому вы понесёте справедливое наказание. Да кто ты такой, чтобы мне указывать одно моё слово, и вас всех тут перестреляют? Да я вас. Хватит, убедите его. Нет, вы не посмеете. Уберите руки. Так. Мы его арестовали. Спасибо за помощь, Эван. Конечно, этот жук Фергюсен давно был у нас на крючке, но мы никак не могли поймать его с поличным. Скользкий тип был. Был? Неужели его? Я не знаю, Эван. Это уже не моя забота. И что мне теперь делать? Запрашивай повышение. Когда получишь согласование, позвони мне. Попробую условить тебя повыше. Начальником? Нет, Эван. Начальником министерства просто так не становится. Я имею в виду этажи. Чем выше этаж, тем важнее должность и больше риск. Я уже понял, что здесь выживают хитрейшие. Верно подметил. Позвони мне. Не забудь. Договорились. Угу. Мы не можем тут полазить? О, можно. Пойдемте посмотрим. Ну а что? Так. Список наказанных сотрудников. Майкл Броуди повешен за невыполнение плана по взяткам. Юстов Джабик расстрелян за систематические ошибки при распределении обращений. Фил Дукович. Псарнец за частое одобрение запросов граждан. Пол Пшекович переведен в качестве подарка для мясника. Господи, кошмар какой. Список повышенных сотрудников. Джорд Схемниц переведен на седьмой этаж. Повешен на награждение провести проверку. Мэри Сью переведена на шестнадцатый этаж. Расстреляна. Глэк Корринс переведен на девятый этаж. Несчастный случай на работе. Финансовый отчет за май. Получено взяток на 500 тысяч из них в общую кассу 200 тысяч. Рекомендую провести мотивирующий казнь сотрудников, чтобы больше брали. Ага, назад. Но это фоточки. Но это сейчас, наверное, так. Фит Фергюсон. У нас проблемы. Бруно, друг мой, ты должен мне помочь. Этот хрен моржовый, этот долбанный биткрейф. Я видел служебную записку, которую он написал обо мне. Сейчас я немного успокоился, поэтому пишу тебе. Позвонить не могу. Телефон разбил, а стенку, как этот козел, меня разозлил. Короче, надо с ним что-то делать. Как-то решать эту проблему. Иначе он перекроет нам кислород и не будет больше ни музыки, ни шампанского, ни икры с ананасами. Вечеринки закончатся. Не знаю, как ты, Бруно, а я не смогу жить без ласковых на все согласных распутных девочек. Поэтому подключай там свои связи. Давай что-то накопаем на этого странного моралиста. От кого? Кому, Магда, ракость? Магда, я требую срочно увеличить показатели сбора недокументированных доходов сотрудников моего этажа. Ты думай, как... Ну, это мы читали. Это мы у нее читали. То, что там в той серии позапрошлое я читала. Ну, все. Тут мы пока больше ничего не можем сделать. Выходим. Поговорим. Чего тебе надо? Спросить. Магда, вы помогаете дому негодных? Вы много болтаете, Элеван. Это очень плохо для вас. Спросить про дом негодных. А что такое дом негодных? Их понаслоили в рамках программы очищения нации, чтобы собрать туда всех детей с отклонениями в здоровье и покончить с этим раз и навсегда. Нет человека, нет проблем. Всех больных и инвалидов коллег собирают в одном месте и делают все, чтобы они быстрее умели. Там нет лекарств, нет ухода, даже дров нет для отопления. Предложить помощь. Мне жаль этих детей. Если я могу чем-то помочь, во-первых, никогда больше не суйте нос в мои дела, во-вторых, мне нужна эта еда. Дети голодают. Я заглянула к ним на кухню продуктов, осталась от силы на пару дней, а то мерзлая картошка. У меня где-то был пустой талон на продукты с подписью министра социальной заботы, но я никак не могу его найти в этой куче бумаг. Если я смогу передать его в дом негодных, то дети смогут полноценно питаться несколько месяцев. Может быть, я смогу вам помочь с поиском, он точно здесь. Абсолютно. Получено новое задание. Найти талон на продукты. Пошлите. Нам все равно, надеюсь, денег нет. Но мы 8 часов, это мы весь день после ареста сидели и копались. Так. Тут и на валютах, а это... А на красном помечено, наверное, нельзя, да? Да. Так, мы нашли карточку, можем теперь поговорить. Отдать талон на еду. Кто молодец? Я молодец, я нашел талон. Отлично, теперь никто не умрет от голода. Но есть более серьезная проблема. Многие дети больны диабетом, им нужен инсулин. А в доме негодных всем на это наплевать. Я подкупила персонал, и они тайно делали инъекции. Но теперь у меня проблема с самим лекарством. Что случилось? Программа очищения нации считается выполненной, поэтому инсулин больше не производит. Из-за границы его привезти нереально. Лекарства ищут сильнее, чем с древчатками. И что теперь делать? Подпольные лаборатории, с которыми я работала в последнее время, сильно прижали. Я узнала, что в одной из них есть еще лекарства осталось. Но я не могу пойти сама. За мной могут следить. Что требуется от меня? Встретиться с нужным человеком и договориться о поставке. Все остальное я возьму на себя. Согласиться. Мне когда я должна произойти встреча? Знаете, старый речной порт на окраине города. Вот эта лаборатория где-то там. Это очень расплывчатое описание места встречи. К сожалению, вся информация. Это вся информация. Мой человек сказал, что если нам нужен инсулин, то мы найдем его. А нам очень нужен инсулин. Чего пришел? До свидания. Кстати, тут стекло. Это я только сейчас разглядела. На коридор прям видно. Ну да. Очень похоже на современную медицину в капиталистических странах. Если нет лекарства, можешь сдохнуть прямо около больницы. Очень распространенная практика, где медицина полностью платная. У нас еще, слава богу, бесплатная. Но во многих странах она полностью платная. И страховка часто не покрывает. Если что, я как человек, который сталкивался с медициной, когда надо платить деньги. Притом бывает, что не маленькие, говорю. Не про стандартные простуды. И деньги нужны очень хорошие. Никого не волнует. Есть у тебя деньги, тогда ты можешь лечить. Нет, можешь ехать домой и умирать. Скорая только обезболивает максимум. И то не самыми лучшими препаратами. Это очень и очень печально. Поэтому то, что здесь показывают, это явно не то, что они пытаются наговорить. У нас медицина на данный момент в таком состоянии находится. Еще не до конца, правда. Еще есть, что детям бесплатно кое-что дают. А если серьезное заболевание, до свидания. Если нет денег. Так, ну что? Как говорится, не будем о грустном. Очень моментами напоминает, конечно, то, что творится у нас сейчас в мире. Ну, пойдемте встречаться. Что? Нам получается, чтобы встретиться, надо от двери дома куда-нибудь идти. По времени мы 45... Да елки, я только домой прошла. Что там опять? Господи, этот управляющий. Что тебе надо? Сейчас мы с тобой. Что вы от нас хотите, сударь? Добрый вечер. У меня великолепная новость. Лотерейный билет, который куплен мной на собрании зальца, деньги выиграл. 475 золотых. Зад здорово. Как автор идеи, забрался себе справедливой части, а остальное поделил между вами. Вот ваша доля. Спасибо, это очень неожиданно. И не говори, я уже 16 раз участвую. Это первая крупная победа. Что-то как-то он нам столько дал. Я боюсь представить, сколько там вообще... Сейчас мы пойдем заплатим за счета и пойдем искать этого. Нам вот это надо. Оплата. Все, пойдемте. Кто там еще? А вы кто? Это кто такой? Добрый день. Добрый день, вы Эван. Да, а в чем дело? Меня зовут Гарри Байс. Я ваш сосед снижу. Я хотел вам сказать спасибо за то, что они выдали меня и мою миссию управляющему зданию. А миссия о чем вы? Миссия это моя кошка. Так она все-таки существует. Да, понимаете, у меня больше никого не осталось, кроме нее. Моя жена долго болела, и однажды я возвращался из больницы и наткнулся на котенка на улице. Черт знает, почему я его взял. Жена меня потом отругала, сказала, что меня выселит из квартиры. А до следующее утро я узнал, что она умела, и этот котенок последний, о чем я успел ей рассказать. Я назвал котенка в ее честь. Мне очень заль слышать это, Гарри. Миссия очень умная. Она сама прячется от управляющего, когда он приходит с проверки. Не мяукает, не шумит, только моллыкает. Она моя единственная радость, понимаете? Понимаю, но что вы хотите от меня? Я ничего не хочу. Просто в наше время редко встретишь хорошего человека. Я посчитал необходимым благодарить вас. Вот, возьмите. Что это? Это тепло. Теплые носки и шерсть и миссия помогают при ревматизме и болях в ногах. Я вяжу на досу, безнады. Хотя нет. Носки мне и самому пригодятся, а вам я там денег. Давайте примем подарок. Спасибо, Гарри. Ну, правда, не стоило. Берите это от чистого сердца. Еще раз спасибо. Всего доброго. Пойти в старый речной порт. Времени не хватает. Вы посмотрите. Ладно, остаться дома, значит, что у нас тут? Давайте мы оплатим все. Раз денежку нам дали. Что тут по телевизору? Что-то новенькое. Опять у нас это. Ну, нам денежку подкидывают. Смотрите-ка. У нас время есть? У нас время есть? А что у нас тогда сверкает так все? Давайте романтичный этот посмотрим. Этот. Пойдемте спать. Честно, периодически тыкаю наугад. Нам все равно надо ложиться спать. Времени у нас, по-моему, всегда одинаковое дается. Посмотрим. Ну, нам надо три часа, значит, часа четыре мы можем тут повозиться. Может, что интересное сейчас узнаем. А потом пойдем это домой, чтобы встретиться с этим человеком. Бежим делать что-нибудь по работе. Поговорить обо всем. Так, до свидания. Чуть-чуть полази. А то мы и так вчера весь день провели в кабинете у нашей Магды Ракович. Побежали, побежали. Тут люди тоже идут. Мы тоже бежим. Сейчас там пообщаемся с нашими коллегами. Немножечко надо, надо. Давно не общались. Так, тут сам полезет или мы полезем? А нам столько этих надо найти. Ладно, пойдемте. Не будем тут искать ничего. Пойдемте сразу пообщаемся. Интересно, кого поставить сейчас нам вместо начальника нам? Ой, тут что-то говорят. Я специально пришел в свой выходной, чтобы отправить письмо начальнику. Оно такое важное. Да, ерунда какая-то. Главное, пусть видит, что я работаю. И вот этот вот. Это что такое? Посетитель из очереди. Здравствуйте, слушаю вас. Вы со мной разоговорились. Спасибо. Дело в том, что я не могу ни от кого дождаться помощи. Моя очередь, она там. Дальше совершенно не двигается. Я стою в ней уже неделю и не продвигается ни на шаг. И чем я могу помочь? Ждите, люди ждут. Да вы посмотрите, люди стоят даже перед заколоченным окном. Я не могу так ждать. Вы могли бы проверить сотрудника, который работает в том окне? Может быть, что-нибудь случилось, и мне имеет смысл занять другую очередь, согласиться. Хорошо. Какой номер окна? Номер окна 101. Я посмотрю, что можно сделать. А как нам посмотреть? Подождите. Тут номера не видны. Нам с той стороны можно посмотреть. Сейчас посмотрим. Подождите. А я-то думаю, что там моргает пару серий. Может кто-то уже и писал мне про это, я не знаю. Но я заранее снимаю, как обычно. Так, Питер. Спросить про окно 101. Ты что-нибудь знаешь про окно 101? Нет. Чего? Так. Поговорить обо всем. Про коллег. Что-то с ним как-то плохо разговаривается у нас. Вот. Давайте Майк Питч. Спросить про окно 101. Ты что-нибудь знаешь про окно 101? Может быть, знаешь, что конкретно интересует. Интересует окно 101. Не подскажешь, где его искать? Подскажу. Иди налево, и через 50. Метров поверни направо. В общем, там разберешься. А че это такое? Ага. Мы в новое это пошли. Крыло. Мы там не были. Ёлки-моталки. Я взглянул в кабинку, про которую говорил посетитель. Сразу обнаружил причину проблемы. Мертвые сотрудники не могут обслуживать посетителей. Судя по всему, бедолага схватил сердечный приступ, но этого никто не заметил. Незаметная жизнь, незаметная смерть. Нужно рассказать охране, пусть разбираются. Ну, нас как бы туда не пускают. Так, Марко Реглэгран, давай мы с тобой пообщаемся. Чего тебе? Поговорить обо всем. Так, закончить. Тебе, говорит, не хватает. Ну, спасибо. Чего-нибудь можем тут найти вообще? Надо еще с этой поговорить. Эммой. Мы же сериал вроде посмотрели. Обсудить сериал с Расти по вождю. Вот это поворот, Эмма. Что же будет дальше? Не переживай, Эван. Просто закончится сюжетная арка этих персонажей. Дальше ведут новых. И все будет как прежде. Скандалы, интриги, доследования, любовь. Но он всегда придет на помощь. Понятно, но это здорово. Эван, спасибо тебе за эти разговоры. Мне кажется, за это время мы с тобой подвижились. Да, мне тоже так кажется. Спросить, как у нее дела. Что нового? Нечем хвастаться. Эван, денег постоянно не хватает. Мать постоянно пилит меня из-за детей. Даже не знает, что мне делать. У тебя есть дети? Да, два мальчика. Какие идеи? Не знаю, может, пристроить детей куда-нибудь. Мать из меня никудышная. Еще не оставила мысли найти себе мужа в Винистерд. Но будущее такое туманное. Осоветовать найти мужа. Думаю, вариант с мужем хороший. Если найдешь богатого мужа, он сможет задержать тебя и твоих детей. Я присматриваюсь к коллегам, но пока не готова делать на этот вариант ставку. Ты женат, а остальные не лучшая партия. Детей в интернат не такое себе. А значит, надо все-таки советовать, да? Ну, давайте ты к ним. Вариант открыть детей в интернат не так уж плохо. У тебя появится больше свободного времени на себе. Но это же дети. Хоть они и живут здесь сейчас у моих родителей, они все равно мне родные. Ты уверен в этом? Нет. Надо подумать. Позже поговорим. Так. Я не знаю, хорошая ли это идея, поэтому пока обойдемся. Так, что-нибудь здесь можно? Ну, давайте попробуем. Анонимная служба доверия. Заявку мы не можем. Позвонить по личным. Угу. У меня есть информация, которую я могу поделиться с министерством. Это правильный выбор. О чем мы рассказали, интересно. Так, если два вычесть, нам и два часа можем поработать. А потом пойти дальше. Я так понимаю. Да, два часа у нас есть. Министерство социальной заботы уведомляет, что согласно распоряжению номер 9003, и всем пенсионерам необходимо ежегодно в срок до 31 декабря предоставлять министерству справку о нахлаждении в живых. Хорошая справка. Все, мы сейчас пятерых обслужим. Добрый день, меня зовут Пьер Вано. Я работаю коридорным в гостинице Антрацит. Я хочу сообщиться, что известный певец Рикки Мартинес ведет антиобщественный образ жизни. Каждый вечер оргий, алкоголь, девочки, и это на золотой голос. Культура, наверное. Сегодня пятница. Пятница работает? Работает. Следующий. Добрый день, я принесла образцы новой спортивной формы нашей сборной по военному ориентированию. На следующей неделе ожидается наступление на Западный фронте. Думаю, новая форма придется по вкусу. Информация. Порядок. Что-то достянуло фронт по сборной по военному. Ну да, наверное, порядок. Пятница вот сюда. Нет. Не порядок был. Немножко это... Здравствуйте, девушки наши в общежитии. Откликнулись... Откликнулись на призыв Министерства патриотизма и добровольно собрали 100 палкопроновых чулок для производства парашютных стоп. Лучше будет с голой попыча, ну, на родина получится. Куда их можно сдать? Это, наверное, запрос. Патриотизм, наверное. Да. Следующий. Сейчас вот тут еще получим влияние. Мне срочно необходимо новое место работы. А что вас не устраивает на старом месте? Видите ли, на старом месте работы мой начальник, моя жена, бывшая жена. И после развода она постоянно пользуется своим положением, чтобы насолить мне. То сверху рочно оставить, то племя решить за то, что я не выполнил план, который она же и завысила в три раза. Я посмотрю, куда вас можно направить. Угу. Запрос. Труд. Так. Бланк? А это что было? Донос! Посетитель. Добрый день. Я хотела бы сообщить, что бетонно укладчица Ванда Вадеркамф отказывается принимать участие в патриотической демонстрации, потому что у нее дома трое детей. Трое детей требует много заботы. Я своих пятерых сдала в детский дом. Государство ведь для этого их строит. А демонстрация – это наш дом. У нас святая обязанность. Донос. На что там у нее получается? Патриотизм. Да, угадала. Следующий. И денежку дали, и влияние. Хорошо. Все. Мы пойдем сейчас домой. Я хочу с запасом время, чтобы у нас было. Очень волнуюсь, что мы не успеем. Так. А, мы еще не вышли, как всегда. А то я что-то напрямик тут бежала. О! А что случилось? У нас ничего лишнего нет. Ну, что-то охранник от нас хочет. Рассказать? Чего? Рассказать про мертвого сотрудника в кабинке, что один лежит труп. Почему? Что почему? Почему лежит или почему 101? Почему я об этом не знаю? Понятия не имею. Теперь знайте. Разберусь. Свободный. Благодарю за службу. И это все? Угу. До свидания. Ну, ладно. Какие мы злобные. Наехали на нас. Почему лежит, да? А вот я даже сама не знаю. Чего это он там лежит? А не встал и не пришел на пункт охраны. Так. Тут что-нибудь не юзается пока? Он там лежит уже сколько? Пока я разобралась, куда это тыкнуть надо, боже мой. Самой стыдно. Опять щита, господи. Старый речной порт. Пошлите. Выбор. Пойти так. Вы подходите к старому речному порту. Несколько лет назад пожар уничтожил большую его часть. Сохранился один причал, кирпичные склады и какие-то постройки за железной дорогой. Где-то здесь обосновался ученый, о котором рассказывал Рокевич. Ну, как его найти? К барже пойдем. На берегу у баржи вы увидели чумазого мальчишку. Он с отсутствующим видом пинает камески. Явно кого-то ждет. Заметив вас, парень начинает ненагничать. Поговорить. Вы окликнули мальчика, но тут демонстративно делает вид, что не слышит. Попробуем вернуться назад и осмотрим баржу. Баржа находится на ржавом корыто. Похоже на ржавое корыто. Похоже, что тут обосновались бездомные. В одной из кают вы находите тавчан и кучу старых вещей. Смотреть весе. Единственная настоящая находка – кучок проводов, которые местные хозяева видят. Заберем провода. И то верно. Зачем выбрасывать старые провода? Вдруг пригодятся поговорить с мальчиком. Вернуться назад. Пойти в сторону складов. На первый взгляд склады кажутся заброшены. Подойдя ближе, вы замечаете на земле свежие следы от шин. На заборе знак «Проход запрещен». Пройти за забор. Спустя пару шагов рядом с вами появляются два вооруженных здоровяка формы. Вы нарушили правила, а военные это не люди. Достоверение сотрудника министерства спасает вас от ареста, но не ослафит. Могли бы пристрелить. Ладно, пойдемте с мальчиком поговорим. Парнишка неохотно вступает в разговор. Вы узнаете, что он сирота и живет с детом, который сейчас неподалеку ворует уголь со склада. В их подвале холодно. Одни мешком можно топить печь целый месяц. Банальная история. Каждый выживает как может. Блин. Пойти по железнодорожным путям. Релси тянутся вглубь пальпорта. Одна ветка ныряет в темный тоннель, а другая ведет к заброшенному пакхаузу. Временному складу, где когда-то загружались вагоны. Пойдемте к пакхаузу. Несмотря на общее запустение, старое здание выглядит прилично. Окна целы, на стенах почти не видно надписи, а дверь закрыта на мощный замок. Пойти к тоннелю. Вход в тоннель закрыт тяжелыми воротами. Кто-то явно снял провода с пульта управления. Медь высоко ценится в пунктах приема. Подключить провода. Лампочка загорела. Защита от дурака, при которой каждый провод можно воткнуть только в определенное гнездо, помогла вам оживить пульт. Лампочка загорелась, ворота шелохнулись и впустили вас в полубрак тоннеля. Пройти в тоннель. Дальняя часть тоннеля была запечатана опалом. Но в боковом подсобном помещении горел свет. Там вы застали мужчину в горах с растрепанными седыми волосами. Он вас явно не ждал, но пытался не выдать страх. Старик пробормотал свое имя, попытался возмущаться. После короткого диалога стало понятно, что перед вами именно тот, кого вы искали. Химик, который проводит свои опыты в доле от министерства и университета. Спроси, почему он прячется. Старик выявил, что пацифисты должны идти на любые жертвы ради своей идеи. Поэтому он со скандалом уволился из министерства науки. В науке узнав, что его изобретение используют военные. Когда жена написала на него донозу лабораторию на чердаке их дома, ему пришлось спуститься в бега. Просить у него инсулин. Вы рассказали про детей, которые больны диабетом и умирают без инсулина. И предлагаете старику назначить цену за сохранившиеся препараты. Старик, не раздумывая, согласается отдать на доброе дело лекарства, которые хранятся на складах. По его словам, таких кладов не меньше десятки. Это значит, что дети обеспечены лекарством хотя бы какое-то время. Вы можете сообщить Ракович, что поручение выполнено и договор заключен. Это не будет стоить Ракович ни копейки. Мы выполнили свою часть сделки, как говорится. Мы молодцы. Что тут у нас есть? Штраф за нахождение. Оплата телефона. Так висит, как будто там кто-то стоит. Что у нас тут? Ну, вроде продвигаемся. Даже как-то интересненько. Знаете что? Давайте мы теперь вот это посмотрим, вот это и вот это. А мы все можем посмотреть. И книги, кстати, у нас все дочитаны, насколько я помню. У нас недочитанных нет. Значит, ложимся спать. Зря только, кстати, к мальчишке лезли. Ну, в смысле, общались с ним. Но мы к нему не лезли, понятное дело. Сейчас посмотрим. Пойдемте сразу договоримся с Ракович. Интересно, там посетителей же не должно быть очереди. Хотя, может, нового начальника посадили. И тогда бы очередь наверняка будет, да? По лобике вещей. Ну как, что-нибудь есть у тебя? Нет? Пока больше ничего не тыкаем. И вот моя привычка все равно забирать помогла сейчас. То, что я провода забрала. Это, знаете, наверное, геймерская некоторая привычка. Все лутать, лутать, лутать. Все, собрать надо. Вдруг пригодится. Это, наверное, у тех, кто играл в RPG-игры. У многих такая привычка сохраняется. Что тут? Этот, а, посетитель из очереди. Давайте расскажем. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с плохой. Сотрудник, которому вы стоите в очереди, умер на рабочем месте от усердия неделю назад. Какой ужас? Хороший, хороший состоит в том, что теперь вы можете спокойно занять другую очередь. Знаете? Я, наверное, пойду домой. Я хотел получить премию за сдачу опасной литературы, но она вряд ли уже покроет мои расходы. Если хотите, можете забрать книгу себе. Я не понесу ее обратно. Давай. Спасибо, я найду и правильное применение. Нам какую-то книгу подсунули. Советы, новый навык. Ага. Классно. Смотрите, какой полезный оказался, да? Это хорошо. Я еще думала, где нам их технически-то брать? А вот нам и дали. Ага. Давайте сразу к Краковичу пойдем. А что вот там так и валяется? Не буду чинить? Так. Мы с тобой еще поговорить можем. Пойдем. Мы сериал поч... Так. Поговорить обо всем. Ладно. Давайте мы тогда и скажем, пусть в интернат встает... Посоветовать найти мужа. Посоветовать. Да. В интернате им будет лучше, чем у твоих родителей. В интернате они ему не будут голодать. В нашей стране дети это самое главное. Звучит слишком хорошо. Но я не знаю ни одного интерната. Слушай, если найдешь информацию, дай мне знать. Хорошо? Хорошо, Эмма. Поговорить про детей. Ты нашел детский дом для моих детей. Поговорить. Так, закончить разговор. Значит, она сериалы пока с нами больше обсуждать не хочет, да? Стоять, 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 стоять. Давай поговорим. Чего тебе? Поговорите о работе. Так, ладно. Я вот не знаю. Мы их смотрим. Иногда они нужны. Иногда это не нужны. Эти сериалы. Не понимаю немножечко. Ну да ладно. Да, здесь очереди нет теперь. Рассказать о договоре на поставку инсулина. Я сделал все, как вы просили. Все прошло хорошо в целом. Да, только этот ученый странный какой-то. Он гений, хоть и не признал нашей наук. Вы уверены в нем? В наше время ни в ком нельзя быть уверенным. Надеюсь, что инсулин у него хорош. Потому что другого у меня все равно нет. Надеюсь, все будет хорошо. Если бы вы там побывали, то знали бы, что там не может быть ничего хорошего. Чем вы так расстроены? На вас лица нет. Мне нужно мыло. Сколько? Много. Несколько ящиков. Последний раз в отдел снабжения что-то перепутали и прислали детям вместо мыла три ящика патрона. Теперь они могут застрелиться, но не могут встать с горшка, потому что в заведении эпидемия дизентерии. Фергушен арестован. На время расследования терминал изъялись. Делать запрос в отдел снабжения, чтобы они справили свою ошибку, не получится. Я не знаю, где можно найти поставщика мыла. Предложить помощь. Я попробую найти поставщика. В магазине купить столько мыла не получится. Я не уверена, что там получится купить хоть сколько-то. Нужен человек, который может достать все, что угодно. Я знаю кому. Курьеру. Там еще было про детский дом. Спросить про детский дом. Добрый день, Магда. Вы случайно не знаете, какие детские дома, в которых хорошо заботятся о делах? Что значит хорошо заботиться? В нашей стране во всех домах хорошо заботиться о гражданах. Еще раз скажите подобное. Я выпишу тебе страх и условию проверку на патриотизм. Извините, я неправильно выражен. Но все, только по поводу детских домов. Недавно был человек, просил увеличить поставки одежды для детей. Представился директором детского дома Василек. Вот его номер телефона. Спасибо. Что еще? До свидания. Так, пойдемте. Сейчас если встретим Магду. Магду. Эмму. Я их путаю. Эмма, иди ко мне, я с тобой поговорю. Я с тобой поговорю. Давай. Для детей дом-интернат Василек. Я слышала о доме-интернате для детей. Называется Василек. И вроде бы там очень хорошие условия. Эван, это хорошее место. Да. В этом интернате твоим детям будет лучше. И ты в любой момент сможешь их навещать. Спасибо, Эван. Не знаю, что бы я без тебя делала. И позвоню им как можно скорее. Закончить. Пойдемте, сходим к этому. Курьеру. Так. Поторговать. Назад. Поговорить о работе. Подождите. Что нам надо? Найти поставщика мыла. Где, 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 где? Она вот не знает, интересно, где может она что-нибудь. Так. Полезные предметы. Вот. Вы знаете, где можно купить разные полезные предметы? У курьера Пэйджи есть кое-что на продаже. Еще есть торгующий, но его еще найти надо. Вы знаете, где его искать? Он раньше стоял на Крушевице 6, а потом переместился за площадь всеобщего освещения. Освещение? Нет, освещение. Буквы на указателе стерлишь, как в реестре, так в реестре занесли. Поищи его там. А как я его узнаю? Надо будет узнаешь. А вообще он носит второмодный цилиндр на голове, чтобы не сдалека заметно было. Думаю, не ошибешься. Угу. Вот и пригодились нам знания. Так. Обсудить сериал приключения патриотов. Питер, я тут смотрел сериал приключения патриотов, и там всех патриотов посадили в тюрьму и начали пытать. Ну за что? Эбон, ты такой, ты как маленький. Было бы за что, вообще бы достреляли. Ну их арестовали свои же. И какие бы они были патриоты, были патриоты, если бы их поймали и бореются. Это уже было бы приключения изменников какие-то. А, вот оно в чем дело, понятно. Чего тебе? Хорошо. Короче, про патриотов надо с Питером говорить. Надо будет посмотреть. Что, полазим тут? Интересно, нам если искать сколько, мы чуть-чуть, то мы точно поработать можем. Давайте. Это твое же место? Это рабочее. Пойдемте с Эваном немножко поработаем, потом, если что, пойдем домой искать этого. Доставщика мыла. Есть письма новые? Нету. Посетитель. Приветствую. В этой папке результаты моих наблюдений за облаками. Я вел их более 30 лет, не пропуская ни одного дня. Жена грозится все выкинуть. Говорит, что это полная ерунда, поэтому я решил передать записи в надежные руки Министерства науки. Надеюсь, что настоящие ученые смогут оценить мой труд. Так, это сразу понятно. Сюда, сюда. Что у нас, суббота, да? В науку. Ну, он сам сказал, хочет в науку передать. Где-то там следующий. Как пустыня без дождя, так и люди без вождя. Что? Как вождя любить не будет. Кто вождя любить не будет, скоро белый свет заботит. Вы могли бы остановиться и объяснить, в чем дело? Ты не думай про себя, думай лучше про вождя. Сейчас позову охрану. Не надо охраны. Мне просто сказали принести новые лозунги для митинга. Вот, решил на вас сначала опробовать. Как вам впечатляет? Правда, это полный список на 12 листов, согласованный и утвержденный. Угу. Это, наверное, информация. Я патриотизм суббота вот сюда. Ну, по логике. Как денег у нас мало. Их вроде подкидывают, подкидывают, а они не прибавляются. Довожу до вашего сведения, что дети моего коллеги Джеймса Адеркольда нарисовали огромные рога на плакате с нашим мудрым вождем. Это надлугательство над моим патриотическим чувством, ведь нас мудрый вождь даже не женат. Предлагаю заключить Адеркольда под стражу, а его детей отправить в исправительный трудовой лагерь. Донос, патриотизм. Все. Я уже более-менее разбираюсь, не так часто ошибаюсь, как до этого. Я принес дневник, в котором подробно записаны мои наблюдения за образом жизни моих коллег. Здесь учтены все случаи прогулов и подробно записано время, потраченное именом перекуры. Информация... По-моему, даже в жизни... Вот не знаю. Давайте попробуем сюда. Ой, угадала. Это вот чисто, вот знаете, там несколько вариантов было. У меня есть пачка грамот для вручения призерам соревнования по спортивному ориентированию в городских условиях. Нужна подпись Министерства культуры. Можете помочь. Запрос. Культура. Держите. Давайте еще это. Думаю, нам пяти часов точно хватит. Добрый день. Мне выдали талоны на нижнее белье, но в нашем магазине нет моего размера. Могу я их обменять талоны на масло? Это, наверное, заплой, социальная забота. Вот сюда. Да, иди. Иди вот сюда. Здравствуйте. У меня есть жалоба на руководство нашего завода. Почему они не принимают добровольные дружины по охране порядка девушек? Бождь сказал, девушки и женщины должны заменять ушедших на фронт пустина. Что мы видим? Нам не доверяют. Мы добились порядка дома, добьемся его и на улицах. Так, что там она хочет у нас? Завод. Не принимает добровольные в порядок. Так, это у нас жалоба. Порядок. Сюда. Вы мне за все ответите. Вы мне сейчас точно за все ответите. Успокойтесь, пожалуйста. Вот не надо меня успокаивать. Я привела ребенка посмотреть на соревнования по синхронному плану, что я вижу полуголый девица задирает ноги на потребу публики. Но в этом суть вида спорта. А вот и не надо, не надо мне тут порнографию оправдывать. Мой мальчик полную бороду слюней напускал от негодования. Я требую запретить этот вид спорта, как возвращающий нашу молодежь в трудное время. Это я так понимаю. Жалоба. Спорт. Где спорт? Да. Сходную бородатый мальчик у нее, сын. Кто-то постоянно выкручивает лампочки в нашем подъезде. А я, между прочим, младший секретарь начальника третьего отдела бюро статистики. Если я сломаю в темноте ногу, это же чистое водовредительство и саботаж. Запрос. Порядок, наверное. Вот это могу ошибиться. Нет, не ошиблась. Не ошиблась. Хорошо. Моя коллега Жаклин Таль постоянно закрывает форточку в кабинете и в такой духоте я совершенно не могу работать и даже несколько раз падала в оморок. Требую наказать ее или хотя бы запретить ей закрывать форточку. Донос, труд. Все, мадам, бегите. Мы все, мы еще дополнительно все. Мы пошли домой. Ура. Мы отработали целых две смены. Ну, если по пять человек это смена, то мы целых две смены отработали. Мы молодцы. Пойдемте. Там теперь нам надо в цилиндре человека, который будет продавать нам мыло найти. Сейчас мы его по бырику найдем. Ну, сейчас вот, пока я разбираюсь, что делать, нормально играется. А не как в одной серии, я там немного растерялась. Вот дождь пошел. Вроде тут погода меняется даже как-то. Тут люди стоят. Ой-ой-ой, сколько всего. Да, два часа надо, о котором говорила Марвиц. Пошлите искать. Сейчас посмотрим, сколько, чего будет нам искать. Придется по времени. Вы стоите в конце улицы Крушвитца, перед площадью всеобщего освещения. Где-то тут находится торговец, о котором говорила Сирена Марвиц. Осматриваем площадь. На площадь выходит несколько улочек. Ветер гоняет мусор вокруг памятника. 4537 цитаты мудрого вождя. Редкие прохожие пытаются укрыться от морощащего дождя и колкого ветра. Из дверей ресторана «Праведник» доносится женский смех и звуки музыки. Ёлки, какой выбор. Подойдем к памятнику. Наверняка, цитата вождя очень дается голубям Хельмера. Это видно невооруженным глазом. Подойти к афишной тумбе. В малом зале большого корпуса левой пристройки Центрального муниципального дома народного творчества сегодня состоится концерт патриотической музыки в исполнении оркестра младшего медицинского состава районного отделения здравоохранения. Интересно, остались ли билеты? Подойти к ресторану. «Праведники отдыхают от государственных завод высшей тщины министерства. И простым смертным остается только смотреть через окно, насколько сильно им необходимо расслабиться после колоссальной ответственности за судьбу Родину. Но да, наша местная олигархия. Свернуть налево. В переулке обосновались продавцы овощей с пригородных ферм. Некоторые люди продолжают верить, что и даст грядки полезней продуктовых наборов Министерству социальной заботы. Расспросить торговцев. Вы пытаетесь узнать, где можно купить интересующие вас вещи, но фермеры, узнав, что вас не интересует овощ, моментально теряют нить разговора и интерес к вам. Свернуть направо. На этой тихой улочке расположились продуктовые лавки. Их ассортимент мало отличается от государственных магазинов, но происхождение товара позволяет покупателям поторговаться. Угу. Зайти в книжный магазин. Вы несколько раз безуспесно толкаете закрытые двери. Зайти в булочную. Седые кирпичи хлеба, занимающие прилавки, даже не пахнут, как хлеб. Говорят, что в них добавляют топилки и клейстер с мебельной фабрики. Зайти в мясную лавку. За пустым прилавком скучает толстый продавец в грязном халате. Он говорит, что в софт-продаже остался только кошачий корм. Купим корм. Теперь у вас есть целая банка отличного кошачьего корма. Учитывая, что у вас нет домашнего животного, очень национальная покупка. Вы зашли в глухой переулок. Через подворотню можно пройти во двор, но это место вряд ли можно назвать выгодным для торговли. Смотреть в тупик. Вокруг один мусор. Даже странно, откуда он берется при таком дефиците. Зайти в подворотню. Огромный черно-белый кот, по-хозяйски развалившийся посреди подворотни, встречает вас с недовольным шипением. Он гнет спину, топорщит хвост и противный олёт. Покормить кота. Кот набрасывается на еду. Теперь Хермер и у вас точно есть верный друг. Возможно, единственный. Облизнувся после трапезы, кот ныряет в ушки. Проход между домами, которые вы не заметили ранца. Проход выводит вас на параллельную улицу, на которой вы замечаете мужчину в цилиндре. Он представляется Натаном Хегликом и готов торговаться, договориться о поставке мыла. Вы рассказываете историю детей из дома негодных. Натан сочувственно кивает головой. Он готов помочь бедным чумажим детям за 500 золотых. Согласится. Натан даёт честное слово, что ему можно верить. Слово ему можно верить, что доставить ящики мыла в дом не дом. Торговать. Идти домой. И у нас нет денег, но мы наторговали и вроде договорились насчёт мыла. Платить счета мы, наверное, теперь не можем. Пойдём глянем, что у нас там по счетам. Да. Оплата прачечная осталась. Что у нас тут по телевизору? Надо будет сейчас посмотреть книжку нашу новую. Мы можем патриотизм. Где у нас патриотов? Вот это глянуть. Это чтобы с Питером поговорить. С Эммом мы вроде и так квест взяли. А вот с Питером можно договориться. Давайте ещё посмотрим, какую книжку. Нам счета-то уменьшить не помешало бы. Мы прям всё время прочитали. Больше нет у нас книжек. Ну, думаю, на этом серию закончим. Достаточно насыщенная событиями, как говорится, получилась она у нас. Что хорошо. Посадили нашего начальника. Помогаем Маг Деракович с детьми. Это уже, думаю, хорошая вещь. Пишите ваше мнение. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok